Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Дорожников. Счет в матче открыл локомотив на 20-й минуте. Майкон из-за пределов штрафной поразил ворота Евгения Конюхова. В ответ короли советов не сумели организовать ни одной по-настоящему голевой ситуации. Гости оборонялись грамотно. Первый гол, который мы забили, он сыграл такую громадную роль для того, чтобы в следующее время нам играть такие в контратакующие действия, что нам и удалось. Во втором тайме крылья советов побежали отыгрываться, заработали штрафной на 50-й минуте. Но, увлекшись его исполнением, не заметили, как локомотив укатил на всех парах в контратаку. Александр Самедов хладнокровно отправил второй мяч в ворота крыльев советов. А еще через 13 минут счет не в пользу хозяев стал неприлично разгромным. 3-0. Чтобы не потерять лицо перед своими болельщиками, советы расправили крылья и последние 15 минут матча постоянно атаковали ворота локомотива. Франк Веркаутеран, главный тренер самарской команды, сделал несколько замен. Одна из которых выстрелила голым престижем. Отличился Алан Чочиев. Сегодня мы можем быть только разочарованы. Многие вещи пошли не так, как мы хотели. У футболистов не было желания выиграть, и они не выполнили план на игру. Надо было побеждать не в конце матча, а с самой первой секунды. Крылья советов проиграли московскому локомотиву 1-3 и вылетели из розыгрыша Кубка России на стадии 1-8 финала. В четверть финале железнодорожников ждет ТОС на Ленинградской области. Еще три пары розыгрыша Кубка страны по футболу. Махачкалинский Анжи и Уфа, Новосибирская Сибирь, Казанский Рубин. Урал из Екатеринбурга сыграет с Краснодаром. Охотник за футбольными марками Александр Казаченко бросает все дела в Саратове и приезжает специально в Самару. Нагашение марок, посвященных чемпионату мира по футболу в России. Сегодня это его уже восьмой визит. Теперь у Александра в коллекции еще семь легенд футбола. Именно так называется эта серия. Чтобы собрать полный комплект, у филателиста уйдет на это не один год и не одна тысяча рублей. Маркеты все одинаковые, просто гашение других городов. Такие же коллекционеры, такие же увлеченные люди, обмен. А что нет, будем покупать. Интересно. История, игры в России, когда это еще будет. В этом выпуске семь марок. Это первая серия легенды футбола. Впереди еще две. В коллекцию попали. Виктор Банников, серебряный призер чемпионата Европы. Константин Бесков, серебряный призер Кубка Европы. Николай Латашев, обладатель золотого свистка FIFA. Слава Митревели, неоднократный участник чемпионата мира. Николай Морозов, главный тренер сборной Советского Союза в 60-е годы. Игорь Нетто, олимпийский чемпион. Игорь Лемзян Хусаинов, капитан сборной СССР. Воспитанник крыльев Советов. Все те, кто олимпийский чемпион, кто выигрывал Европу, великие они. Я думаю, Големзян один из них. Он достоин того, чтобы быть вечно на этой марке запечатленным. Это наш человек и память о нем будет всегда с нами. Марки футбольной серии чемпионата мира 2018 вряд ли можно будет увидеть на конверте или открытке. Их всего выпустили 200 тысяч. Две с половиной тысячи погасили в Самаре. Для коллекционеров это редчайший экземпляр. Тот, кто соберет все марки серии со всех городов участников футбольного чемпионата, станет не только известнейшим человеком, но и при случае – миллионером. Собрать с каждого мероприятия, с каждого гашения, коих было уже на сегодняшний день восьмое состоялось, собрать по конверту с маркой и оттиском штемпеля очень тяжело. Поэтому действительно это большой труд, которому надо уделять очень много времени. И только увлеченные люди это делают. Поэтому это действительно сложно и это будут большие и редкие коллекции. Марочная эпопея, посвященная чемпионату мира по футболу 2018, стартовала в России в июле. Первая коллекция отобразила участие нашей страны в мундиале разных лет. Вторая представила все города и стадионы, которые примут матчи российских игр. Изображена на марке и Самара-арена. Третий выпуск в нескольких сериях рассказывает о легендарных игроках, тренерах и судьях. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok